МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народные новости в студии Евгения Байбекова. Здравствуйте! В начале выпуска его основные темы. Гордость моей Родины. В Доме Республики обсудили новый патриотический конкурс. Культурный десант. Петербургские дни в Мордовии стартовали 9 июня. Муралы для праздничного настроения. Аксенова готовится к всероссийскому сабантую. Черный алмаз Республики. В музее Эрзи открылась выставка изделий из моренного дуба. Безопасные каникулы. В МВД организовали познавательный квест для школьников. Патриотизм начинается с малой Родины. В сентябре в Мордовии стартует республиканский конкурс для студентов и школьников. Гордость моей Родины. Глава Республики Артем Сдунов обсудил организационные вопросы подготовки конкурса с членами правительства и представителями МГУ имени Огарева. Напомню, что именно преподаватели Мордовского госуниверситета в начале мая вышли с инициативой о проведении конкурса. И глава Республики ее поддержал. По его мнению, форум должен стать постоянно действующей площадкой для начинающих исследователей, предлагающей обсуждения на разные темы. Патриотизм начинается с малой Родины, подчеркнул Артем Сдунов. Ну, как мы говорим о патриотизме большом, да, когда люди не знают истории Мордовии, не знают истории своего города, своего поселка и тех героев, которые отсюда вышли. Вот с этого начали. Видели 9 мая, да, мы уже здесь родился герой. Вот уже мы эти плакаты стали размещать. Понемножку, понемножку движемся. Я считаю, что это и важный партийный проект будет. Ладно? Давайте мы посмотрим, на какие гранты можно будет претендовать. В целом, профессионально, вот не местечково, а профессионально надо бы сделать таким хорошим преспубликанским конкурсом. К участию в конкурсе будут привлечены студенты вузов и средних специальных учебных заведений, а также учащиеся старших классов. Победители получат дополнительные преференции при поступлении в вузы республики. Конкурс «Гордость моей Родины» позволит молодым людям, получающим профессиональное образование, в том числе вливаться в трудовые коллективы, потому что знание традиций различных предприятий нашей республики тоже важно для формирования человеческих ценностей, человеческих качеств и профессиональных качеств, в том числе в управлении этими коллективами. В обсуждении этих вопросов приняли участие вице-премьер правительства Мордовии Галина Латванова, преподаватели кафедры «История России». Глава Мордовии принял поступившее предложение возглавить оргкомитет конкурса. Вячеслав Кузьменко, Народные новости. В рамках делового визита 9 июня делегация Мордовии подписала ряд соглашений о сотрудничестве с Республикой Беларусь. Завершился официальный визит делегаций нашего региона в Республику Беларусь. Напомним, делегация Мордовия под руководством председателя правительства Владимира Сидорова, в состав которой вошли представители региональных министерств и ведомств, руководители сельскохозяйственных, перерабатывающих и промышленных предприятий. Учреждение здравоохранения, культуры и образования работает в Беларуси 6 июня. Цель мероприятия – развитие двухстороннего сотрудничества. 9 июня делегация Мордовии продолжила работу на 32-й международной специализированной выставке «Белагра-2022». В выставке принимают участие более 30 российских регионов. Нашу Республику представляют 25 перерабатывающих и промышленных предприятий – представителей малого предпринимательства. Члены мордовской делегации ознакомились с рядом экспозицией, уделив особое внимание машиностроителям. На площадке предприятия «Амкадор» председателю правительства Мордовии продемонстрировали погрузчики, бульдозеры, большой ассортимент сельскохозяйственных машин белорусского производства. Большой интерес участников выставки вызвал первый белорусский агродрон для применения средств защиты растений А-60Х, представленный китайско-белорусским совместным предприятием авиационной технологии комплексы. На сцене Минского тракторного завода представлен автономный трактор, которым можно управлять даже с мобильного телефона. Отметим, выставка «Белагра-2022» проходит на территории китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Делегация Мордовия подписала меморандум о сотрудничестве с ним. Ранее Владимир Сидоров заявил, что по итогам поездки будет составлена большая дорожная карта по расширению сотрудничества с Республикой Беларусь в сфере сельского хозяйства, промышленности, культуры, образования и здравоохранения. В селе Аксеново активно готовятся к Сабантую. На торце жилого дома уже заиграла яркими красками монументальная граффити, а художники приступили к исполнению следующего. Что увидят гости Сабантую, узнаем в следующем сюжете. В селе Аксеново полным ходом идет подготовка ко всероссийскому фестивалю Сабантуй. Именно здесь будет проходить второй день масштабного мероприятия. Художники добавили в этот праздник красок, готовили рисунок, не один день и, наконец, изображение завершено. Красуется оно на торце жилой пятиэтажки. В тематику легли народные гуляния. Сабанту – это праздник земледелия, пашни, урожая, подготовки к посевным. И, как всегда, любой праздник не обходится без танцев. Поэтому сюжетом этой работы мы выбрали двух молодых людей в танце. Также будет еще одна работа, на которой будет изображен уже непосредственно всадник на коне, что является символом Лямберского района. Еще рядом с танцорами будет изображен петушок на жердочке с ленточками. Для работы художники используют автомобильную вышку. Ночью ребята высвечивают рисунок, чтобы соблюсти все пропорции и масштаб. А уже днем заливают его краской. Проект курирует Министерство энергетики и ЖКХ. Во время праздника огромное граффити добавит национального колорита и приятно удивит гостей Сабантуя. А самим жителям Аксенова долгие годы будет напоминать о масштабном событии, которое посчастливилось принимать их селу. Валерия Новикова, Народная новость. Добрая и теплая встреча с теми, кто стоял у истоков научных и педагогических традиций. 9 июня в Мордовском педуниверситете имени Евсевьева встречали гостей. Студенты и преподаватели пообщались с ветеранами вуза. В ходе встречи состоялось избрание членов Совета и председателя ветеранской организации. Кроме того, для гостей организовали экскурсию по кластерам вузовского технопарка. Подробности в материале Юлии Мамаевой и Владимира Надькина. В прошлом связующая нить так символично и красиво решили назвать эту встречу. Встречу с совершенно особенными людьми. Все они посвятили Мордовскому педагогическому университету имени Евсевьева немало лет своей жизни. Трудились, писали научные работы, вкладывали в студентов всю свою душу. Ветераны вуза. Интересно, что беседа с ними прошла в Международный день друзей. И это тоже совсем не случайно. Наши главные друзья это вы. Наши наставники, наши старшие товарищи. Многие из вас здесь, в этом вузе, работали долгие годы. И вдохновляли уже тех, кто работает сейчас. Именно потому, что они встретились с вами, они выбрали профессию педагога высшей школы. Вы воспитали не одно поколение учителей и в Республике Мордовии, и в Российской Федерации, которые с гордостью и честью продолжают ваше дело. Ветеранов вуза поблагодарили за верность своему делу и бесценный вклад в развитие университета. Было отмечено, им всегда рады в этих стенах. Более того, их помощь в воспитании молодежи просто необходима. В свою очередь, вуз также всегда готов поддержать. Сегодня за каждым из ветеранов закреплены представители факультетов, которые готовы откликнуться на любую просьбу. Добрая встреча, теплые и приятные воспоминания. Ветераны отметили, визит на родные факультеты для них всегда событие. В моей трудовой книжке только одна запись, Мордовский пединститут, только вот за исключением этих трех лет, пока я была в аспирантуре. А дальше я была старшим преподавателем, потом доцентом, потом завкафедрой, потом деканом. Каждое место здесь очень для меня ценно, каждая вещь здесь мне напоминает обо всем. Вижу, очень обновился внешний вид, много здесь стало красоты. Безусловно, все изменилось. Фактически, смотрите, есть плавательный бассейн, спортивные залы. Появились кружки и кабинеты оснащенные. Они резко отличаются от того, что было. На встрече избрали состав совета и председателя ветеранской организации ВУЗа. Руководить важным для МГПУ объединением по единогласному решению присутствующих будет Владимир Рогачев. Доктор филологических наук, прекрасный педагог и ученый, он трудится в стенах ВУЗа уже больше 32 лет. Пример во всем. Он поблагодарил за доверие и отметил, будет работать с полной самоотдачей. Я приложу все усилия, которые необходимы для того, чтобы ветеранская организация жила, работала, трудилась. Будем ориентироваться на лучший опыт. Будем знакомиться с опытом работы ветеранских организаций республики. Во время своего визита в ВУЗ ветераны тепло пообщались и со студентами провели для них несколько лекций. А еще для почетных гостей организовали экскурсию по кластерам университетского технопарка. Они познакомились с высокотехнологичной цифровой средой. Сегодня это неотъемлемая часть Мордовского педагогического университета. Юлия Мамаева, Владимир Надькин и Артем Мухин. Народные новости. 9 июня в здании ДКИ Мордовского государственного университета прошла церемония закрытия 5-го вузовского чемпионата по стандартам WorldSkills. Были подведены итоги, названы имена победителей и призеров. Подробности в материале Валерия Новикова и Сергея Соколова. 73 молодых специалиста соревновались в 5-м вузовском чемпионате по стандартам WorldSkills. Два дня студенты демонстрировали свои знания и навыки по 10 разным компетенциям. Некоторые из них новые. В этом году мы именно в вузовской линейке запустили две компетенции. Это программное решение для бизнеса, именно вузовский чемпионат и разработка мобильных приложений. Победители в своих компетенциях отправляются на следующий этап и будут представлять республику на 10-м национальном чемпионате молодые профессионалы 2022. Это возможность не только проявить себя, но и доказать талант преподавателей, которые подготовили команду. Чемпионаты молодые профессионалы, проходящие по стандартам WorldSkills, они уже себя зарекомендовали в течение 10 лет. И крупнейшая компания Российской Федерации большим вниманием относится к результатам, показанным на чемпионатах молодыми людьми. Победители и призеры, а также участники получили свои заслуженные награды. Как признаются золотые медалисты, к победе стремились и готовились. В каждой компетенции были свои задачи, с которыми ребята справились, несмотря на сложности. Моя компетенция называется IT-решение для бизнеса на платформе 1С-подприятие 8. Мы создавали приложение, которое позволит работать как дистанционно, то есть выезжать на какие-то места и передавать данные, фотографировать также, сканировать данные. И так и заполнять какие-то документации, накладные, справочную также информацию, которая как раз помогает потом работать. Завершилась торжественная часть небольшой концертной программы. Впереди у победителей серьезная подготовка. Будем надеяться, что с национального чемпионата они вернутся в Мордовию с победой. Валерия Новикова, Сергей Соколов, Народная новость. Классическую составляющую в современных методиках обучения изучили в детской республиканской хореографической школе. В рамках петербургских дней в Мордовии здесь прошел мастер-класс от заведующей кафедры хореографии Санкт-Петербургского института культуры. Новые знания получали артисты и танцоры со всей республики. Сначала густи из северной столицы рассказали о традициях и истории кафедры хореографии. Она появилась на базе Санкт-Петербургского института культуры без малого 60 лет назад и стала первой вузовской кафедрой в Советском Союзе, где обучали хореографической специальности. Сейчас она одна из ведущих в стране. Модель работы этой кафедры была транслирована на всю страну, на всю Россию и на мордовской земле. Традиции хореографии были унаследованы именно от нашей кафедры, поэтому интуэрческие связи никогда не прерывались. Первый руководитель кафедры – это был выпускник как раз нашего института. Свои знания в области хореографии пополняли более полусотни человек со всех уголков Мордовии. Те, кто выступает на сцене и те, кто учит танцевать других. Я уже педагог, но все равно люблю посещать матер-классы, потому что каждый раз можно узнать что-то новое. И когда к тебе лично в город приезжают новые педагоги, это очень даже удобно. Затем прошел открытый урок по классическому танцу. Во время него говорили о современных методиках обучения хореографии на начальном этапе подготовки. А еще наглядно разобрали инструменты, с помощью которых педагог может улучшить физические данные будущих танцоров. Мастер-класс проходил в рамках социально-культурного проекта «Петербургские дни в Мордовии». Три года назад Санкт-Петербургский институт культуры запустил первый подобный проект в Суздале. В прошлом году с руководителем республики договорились о проведении мастер-классов и круглых столов в регионе 13. Есть и желание, и возможности как бы расширить круг наших партнеров, но это не наша самоцель. Нам важнее углубить сотрудничество. И в этом смысле в республике Мордовия есть все возможности. И очень приятно отметить, что нас действительно поддерживает и глава республики. Я сражен его и личной заинтересованностью, и степенью проникновения в проблемы культуры, и профильное министерство. Первый день проекта запомнился жителям региона различными мастер-классами. Кроме хореографов, новые знания получили музыканты и библиотекари. В составе делегации из Санкт-Петербурга более 80 человек. Встретили очень тепло. Город мне показался очень уютным, чистым, благоприятным. Вчера удалось прогуляться по городу, посетить некоторые из музеев. Вечером было очень красиво, атмосферно. Петербургские дни в Мордовии обещают быть насыщенными. Запланировано расширенное заседание с участием деятелей культуры и искусства. Также ожидаются концерт духовной музыки в Кафедральном соборе и праздничный концерт в Пушкинском парке. Затем культурный десант отправится в Зубово-Полянский район. Ольга Данилова, Сергей Соколов, Народные новости. Представители Санкт-Петербургского института культуры в Мордовии работают сразу на нескольких площадках. Для нашего региона разработана обширная программа петербургских дней. Анастасия Целигина и Станислав Семин побывали на нескольких площадках и готовы поделиться впечатлениями. Одной из площадок, где делились знаниями и опытом гости из северной столицы России, стало музыкальное училище имени Кирюкова. Начало взаимодействия положило передачу в дар нашему учебному заведению выставки снимков из этнографических поездок и экспедиций преподавателей и студентов Санкт-Петербургского института культуры. Мы надеемся, что мы будем сотрудничать с кафедрами института в плане теоретических знаний и изучения фольклора, так как экспедиции уже около 60 лет занимаются собиранием фольклора в институте. И сохранились уникальные записи, аудиозаписи более раннего времени и видеоестественные записи, которые сейчас на современном этапе уже оцифровываются. И, конечно, это будет огромным подспорьем для образовательного процесса и нашего училища в том числе. Затем в актовом зале состоялся семинар для работников культуры Мордовии. Главным спикером стал директор Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Санкт-Петербургского института культуры Алексей Попов. Он рассказал собравшимся о реализации кривеческого туризма с учетом особенностей региона. Я попытался продемонстрировать классические проблемы, с которыми сталкиваемся мы. Они наверняка идентичны во всех регионах, потому что, грубо говоря, всегда есть у нас те, кто создает продукт туристический, те, кто его реализует, и эксперты, которые смотрят, насколько качественный этот продукт. И не всегда эти три группы стыкуются между собой, не всегда они выдают продукт, который бы их всех удовлетворял. Поэтому поиск компромиссов, поиск новых инновационных способов решения проблемы как раз я попытался продемонстрировать на примере того, что делали конкретно мы. Сотрудникам сферы культуры Мордовии были вручены сертификаты о повышении квалификации, после чего для собравшихся зазвучала живая музыка. Ее в рамках программы «Из Петербурга с любовью» исполнили студенты кафедры духовых и ударных инструментов Санкт-Петербургского государственного института культуры под руководством лауреата международных конкурсов Антона Кириллова. Прежде всего мы основывались в репертуарном плане на ленинградских композиторах или песне о городе, о Петербурге, Ленинграде. Это и «Браво» ленинградский рок-н-ролл, и тот же «Браво» самый лучший город на земле, «Цой» видели ночь. Ну, как-то так. Еще одной площадкой, встретившей гостей, стал Краеведческий музей. Здесь состоялось открытие выставки работ студентов и педагогов Суздальского филиала Санкт-Петербургского института культуры, возрождая традиции старых мастеров. Это хефсурский костюм, это, в общем-то, грузинская такая народность, горные воины. Она почти уже вымирающая, вот эта вот, значит, нация, что ли, можно сказать. Они хоть и православные, но они не едят свинину, и женщин в храмы не пускают. Ну, не дозволено в храмы. Вот. Тоже богатый, как бы, вот узор, работа, вышивки, вот этот орнамент, он тоже о чем-то говорит. Кроме костюмов, на выставке представлены кованые фигурки, изделия из глины, иконы, вышивка и многое другое. Увидеть это можно в выставочном зале. Экспозиция будет работать до конца июня. Анастасия Целигина, Станислав Семин, Народные новости. Черный алмаз республики. В музее имени Эрзи открылась выставка изделий из моренного дуба. Несколько десятилетий назад ценный материал активно добывали со дна рек Мордовии. Восемь лет назад его добычу вновь возобновили. Сейчас из моренного дуба создают всевозможные сувениры. Одними из первых экспонаты выставки увидели Ольга Данилова и Сергей Соколов. Золото в мире древесины, мореный дуб – настоящие полезные ископаемые. Его добывали на дне мокши и суры. Процесс долгий и трудоемкий, но материал считают уникальным не только из-за сложной добычи и обработки. Мореный дуб ценится за долговечность, прочность и неповторимую цветовую гамму, по которой, кстати, можно определить возраст дерева. Палевые оттенки древесина приобретает за 400-700 лет. Темнеть она начинает спустя тысячу лет, а насыщенный черный цвет приобретает спустя более двух тысяч лет морения. В этом дереве те века, те столетия, те тысячелетия, которые в себе дуб накопил, скопил. И, наверное, вся сила Земли, вся сила нашей Вселенной в этом дубе. Я представляю именно так этот материал, потому что он уникален. После Великой Отечественной войны в республике запустили добычу моренного дуба в промышленных масштабах. Однако, спустя время, она прекратилась. Восемь лет назад забытый промысел стали возрождать. В Мордовии дуба много. Вот у нас есть исторические документы, когда проводили исследования, вот это, опять же, вот после войны, сразу после Великой Отечественной. Дуба много. Только вот в пойме Мокши и Суры, там 2 миллиона кубометров находится моренного дуба. Технологически, конечно, очень сложный материал. Его надо, то есть, это не деревяшка, понятно. То есть, его надо с душой подходить, очень профессионально. Мореный дуб занимает особое место среди редких и ценных древесных материалов. Из него делали паркет в царских покоях, изысканную мебель, ларсы и шкатулки. Уникальный материал дает простор для творчества. На выставке более 50 экспонатов. Среди них то, что можно применить в быту, а также различные панно и иконы. Ознакомиться с выставкой «Черный алмаз Мордовии» можно до 30 ноября. Ольга Данилова, Сергей Соколов, Народные новости. В преддверии Дня России в Управлении МВД России по городскому округу Саранск прошло вручение паспортов. Главный документ каждого гражданина в торжественной обстановке получили подростки. Как прошла церемония, расскажем далее. Уже традиционно в преддверии Дня России в Управлении Министерства проходит торжественное вручение паспортов. В этом году главный документ получили 8 человек. Это ребята, которым недавно исполнилось 14 лет. Сегодня мы делаем первый шаг в взрослую жизнь. Для меня стали гражданином России. Это значит любить свою родину, знать ее законы, культуру, обязанности и историю. Ведь будущее нашей страны за нами. В этот день для ребят звучали поздравления и напутственные слова от сотрудников ведомства. С получением паспорта их поздравил и руководитель управления МВД по городскому округу Саранск. После получения документа для ребят провели экскурсию по музее УМВД. Анастасия Цлигина, Народные новости. Остановись, впереди переезд. 9 июня – Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам. Представители Куйбышевской железной дороги и сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию на одном из самых оживленных переездов Мордовии. К ним присоединился Ангел. С подробностями Юлия Кондратьева. Железнодорожные переезды – в числе самых опасных участков дорог. Они требуют особого внимания водителей и пешеходов. В Мордовии их 18. Из них 7 охраняются. А 5 оборудованы заградительными устройствами. По 6 переездам ходит в том числе и общественный транспорт – автобусы. Чтобы предотвратить ДТП, представители Куйбышевской железной дороги совместно с сотрудниками ГИБДД провели профилактическую акцию. Для общения с водителями и пешеходами выбрали самый оживленный переезд – 25-й километр у станции «Пособ». Несмотря на то, что ДТП по данной причине у нас на территории республики в этом году не зарегистрировано, однако проблема является актуальной, так как нарушение правил проезда, железнодорожных переездов – это грубые нарушения правил дорожного движения. Согласно нему, к административной ответственности привлекается лицо согласно статье 12.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкции данной статьи подразумевают либо штраф, либо лишение водительского удостоверения сроком на один год. Ангел с белыми крыльями и плакатом «Остановись до переезда, тебя ждут дома» привлекал внимание каждого водителя. С ними провели профилактические беседы, вручили памятки, а также тематические сувениры. Профилактика должна проводиться для привлечения внимания, потому что водители, особенно со стажем, постепенно затуманиваются взгляд на безопасность движения, уже могут нарушать некоторые моменты, опираясь на свою опытность. Это, наверное, самое страшное при пересечении железнодорожного переезда. Ни в коем случае никогда нельзя пересекать железнодорожный переезд при запрещающих сигналах, стафорах, при опущенном шлагбауме, так как это может повлечь за собой угрозу жизни. Жизнь – это самое ценное, что есть у человека. Попустую рисковать ею недопустимо. Главная цель подобных акций – напомнить об этом всем участникам дорожного движения. Юлия Кондратьева, Народные новости. Наступило долгожданное лето. Чтобы уберечь школьников от беды, сотрудники правоохранительных органов и члены общественного совета при региональном МВД провели квест-игру «Безопасные летние каникулы». Правоохранители предложили школьникам в рамках квеста пройти три станции – ПДД, знания, ЗОЖ, здоровый образ жизни и осторожно улики. Участников разделили на команды по возрасту. На первой станции школьники вспомнили, какие бывают дорожные знаки и что они означают, как работает светофор и как правильно переходить проезжую часть. Там, где есть этот знак, переходить дорогу нельзя. Мы с вами переходим только там, где есть знак какого цвета? Синий. На станции ЗОЖ, здоровый образ жизни, ребята вспомнили, какие привычки хорошие, а какие лучше в своей жизни избегать. Тем, кто постарше, напомнили о последствиях употребления запрещенных веществ. Третья станция – осторожно улики. Эксперт-криминалист показал подросткам содержимое криминалистического чемодана. Школьники также не упустили возможности почувствовать себя настоящими полицейскими. Видишь? Ребятам такой день в школьном лагере пришелся по душе, тем более, что они узнали много нового о трудовых буднях правоохранителей. Огромное спасибо сотрудникам полиции, было очень интересно и познавательно. Также мы узнали поближе о работе эксперта-криминалиста и нам напомнили о правилах дорожного движения. И о зле употребления наркотиков, никотинозависимости. Самых активных участников наградили памятными подарками. Валерия Новикова, Народные новости. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Евгения Байбикова. Оставайтесь на нашем канале. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова